Всем привет! Меня зовут Михаил Климчук и это канал Бородач ТВ. Сегодня мы с вами поговорим о таком полезном инструменте для продвижения вашего бизнеса в интернете, как сайт. Дело в том, что ко мне обратилась моя знакомая и спросила, сколько будет стоить сайт и как он должен работать. Есть определенные критерии, которым он должен обладать и подскажи, сколько в итоге это будет стоить, либо подскажи человек, который этим может заниматься. Если я, например, берусь за такую работу, в целом она для меня понятна, ясна, я имею четкое представление, как все-таки должен работать сайт в такой-то сфере, потому что мне данная сфера очень сильно знакома, потому что у самого есть такой же бизнес, и, соответственно, я проконсультировал человека, что для, скажем так, для высокой производительности вашего сайта и продвижения вашего бизнеса, для эффективной раскрутки, необходимо выполнить определенный комплекс работ. Соответственно, комплекс таких работ стоит где-то в районе 120 тысяч. На что человек сказал, что это очень дорого, что она может, например, взять и потратить этот же бюджет непосредственно на радио, на рекламу. Давайте будем разграничивать. Есть рекламный бюджет, который необходимо выделять каждый месяц, и есть все-таки площадка, ресурс, на который будет тратиться весь рекламный трафик. И здесь важно понимать, что если вы будете просто тратить деньги на рекламу, где, например, если возьмем радио, вы будете просто озвучить номер телефона или там страничку ВКонтакте, это все замечательно, но пока вы регулярно вкладываете деньги в рекламу, вас о вас знают, вас слышат. Но, опять же, это с точки зрения запросов не имеет такую высокую эффективность, как предоставление информации о вас поисковыми службами, такими, как Яндекс и Гугл. Что же все-таки такое сайт? Сайт, понимаете, это не просто набор каких-то картинок, каких-то видяшек и какого-то текста. Сайт имеет четко конкретную структуру, в котором в определенном порядке размещаются те или иные слова, поисковые, хочу сказать, ключевые слова, с определенным регистром, выполняются определенные слова-маячки, ставятся определенные картиночки такие, чтобы они цепляли, подводили в итоге клиента к совершению какой-то определенной сделки. Также сайт прописывается, там вообще прописывается все, абсолютно все для того, чтобы поисковой робот, да-да-да, то есть поисковой робот заходит на ваш сайт, заходит даже на вашу страничку ВКонтакте и собирает информацию о вашем, например, бизнесе. Вот здесь важно, чтобы робот понял, что вы предоставляете именно какую-то конкретную услугу и, соответственно, при определенном конкретном запросе предоставляет непосредственно именно вас. И чем лучше и качественнее сделана работа специалиста по созданию сайтов, тем выше вероятность того, что ваш сайт попадет в топ и, соответственно, вы сможете зарабатывать. Теперь вопрос о возврате вложенных денег. Сайт такой бизнес-инструмент, который, сколько ты бы денег в него не вложил, он все равно всегда оправдается. Дело в том, что этот ресурс, он полностью принадлежит вам. И, соответственно, чем дольше он находится в интернете, тем выше вероятность того, что через определенное время, если ваш сайт сделан, опять же, качественно, он будет все время вам приносить доход. Если с точки зрения вложений в рекламу или, опять же, вложений на сайт, то, естественно, я бы, например, на сегодняшний момент, что бы я сделал? Я бы сделал бы, ну, сначала бы разработал какую-то стилистику определенную в соответствующей тематике, подобрал определенную цветовую палитру, сделал бы для начала страничку ВКонтакте для того, чтобы набрать там 500-600 человек, сделал бы страничку в Инстаграме и сделал бы страничку на Фейсбуке. Можно, конечно, сделать в Одноклассниках, если это вам интересно. Ну, такая, скажем так, социальная сеть, но в целом она тоже работает. И по возможности договорился бы с человеком, который занимается разработкой сайтов о какой-то рассрочке. Дело в том, что, чтобы создать качественный сайт, на это нужно время. Ну, то есть, конечно, специалистам может, если есть какой-то исходный материал, набросать его за неделю. Но если его нету, то нужно снять какое-то видео, снять какие-то фотографии, потому что для продвижения вашего бизнеса важна достоверная информация, чтобы человек, который приезжает, он видел. Ну, во-первых, все уже понимают, что это картинки, например, содраны из какого-то стокового сайта или просто содраны из каких-то картинок в поисковике. И, соответственно, он принимает решение, что, возможно, данной информации не соответствует. Поэтому в любом случае здесь нужно нанимать фотографа. Если этого нету, то приходится дополнительно платить человеку, который этим умеет заниматься, умеет это сделать. Поэтому здесь цена может расти в плане создания сайта или вообще в целом комплекса работ. То такие работы, еще раз говорю, в целом, они стоят от 120 тысяч и уже там, скажем так, полет не заканчивается даже миллионами. То есть, если взять сайт президента, то он где-то порядка 50 миллионов стоил. Казалось бы, что там стоит? На самом деле стоит очень дорого. Мы сейчас не будем углубляться в том, что сайт должен в любом случае работать. Если существует большое количество заходов, то ваш сайт должен справляться и, соответственно, хостинг, на котором он находится, тоже должен справляться с большим объемом поступающих запросов. Ну, в итоге-то, чем все закончилось? Нам это дорого, нам это не нужно. Но для каждого бизнеса есть своя определенная формула. Ну, например, если вы просто какой-то блогер, вам сайт, скажем так, не нужен, потому что вы просто включили камеру и вам нужен ресурс, вам нужна площадка, которая в целом продвигает вас как блогер. Здесь очень хорошо работает Инстаграм и Ютуб. Чтобы в плане вот контакта, я бы не сказал, что это очень так успешная площадка для блогеров. Лучше всего работает Инстаграм, потому что там можно написать какую-то интересную информацию, и люди туда заходят, они любят читать. И, опять же, любят смотреть видео. Здесь очень хорошо работает площадка такая, как Ютуб. Обратите внимание, что даже Инстаграм стал вводить возможность загружать видео до часа на свою площадку. Связано это с тем, что все-таки видеоконтент, он более эффективный с точки зрения подачи информации. Вот обратите внимание, я сейчас в течение 10-15 минут что-то говорю, вы в целом смотрите, и чем больше я говорю полезных, важных, нужных вам слов, то, соответственно, вы делаете для себя определенный вывод. Хотите вы поставить лайк или не хотите поставить. Это все очень важно, и все вообще в бизнесе, все средства хороши. Если для вашего бизнеса подходит печать в газете, значит, берем и печатаем в газете. Вкладывали где была ваша реклама, вы всегда должны упоминать ваш основной ресурс, источник. Это все-таки сайт. А по возможности сайт. Если нет, то используем группу ВКонтакте, либо страничку в Инстаграме. Если вот говорить про базу отдыха, то здесь все-таки наличие сайта важных. Любые поисковые системы, как Яндекс, Гугл, Майл, Яндекс, они все равно будут отвечать на... Первое, что они вообще ставят на выводе информации, это сначала свои ресурсы, это, например, Гугл-карты. Гугл-справочник, Яндекс-справочник, Яндекс-карты. То есть, они сначала выставляют вперед свои ресурсы. А потом идет, ну, естественно, там еще идет вперемешку рекламы, то есть, мы о ней тоже не забываем. А дальше уже идет непосредственно это сайт. Если есть сайт, то в любом случае сначала будет представлен сайт, а потом уже будет представлена какая-нибудь социальная страничка. Поэтому здесь наличие сайта это очень важно, потому что человек, который заходит в поисковике, у него есть какой-то определенный запрос, то, соответственно, чем быстрее он получит искомую информацию, чем, вот чтобы вы понимали, когда вы пишете запрос и вам система выдает какие-то поисковые ответы, там есть небольшая такая, знаете, превьюшечка, под названием каждого сайта есть превьюшечка. И вот если вот эта превьюшечка цепляет вашего клиента, то, соответственно, вы получаете деньги. Ну, а на этом все. Если вам все-таки понравилось видео, я прошу поставить лайк. И если у вас какие-то вопросы, вы всегда можете написать мне в личку, либо написать под данным видео. Ну, а на этом все. До новых встреч. Пока-пока.